меня зовут саша и сейчас я расскажу вам такая внезапная кажется немного тема почему похмелье поднимите пожалуйста руку те кто не понаслышке знает что такое похмелье и хотя бы раз в жизни у него она была вот вот ответ на вопрос почему именно поэтому я хочу рассказать вам почему нам так плохо какая гадкая молекула виновата в том что у нас похмелье с вами и что нам делать если она все-таки возникла а для того чтобы предметно говорить нам надо разобраться вообще в терминах нам нужно различать похмелье абстиненцию он же синдром отмены и алкогольное отравление согласно общепринятым представлениям похмелье это состояние пост интоксикационное после употребления алкогольных напитков содержащих этанол соответственно которая сопровождается различными неприятными физиологическими и психологическими эффектами по типу головной боли раздражительности тошноты и потливости и сухости во рту ну вы сами знаете скорее всего если вы руки поднимали вот и и его следует отличать от абстиненции которая возникает у людей которые длительно-длительно регулярно употребляют алкоголь и резко вдруг прекращают это делать похмелье это не синдром отмены неправильно так называть вот и чтобы понять что такое алкогольное отравление нам надо разобраться в метаболизме все мы пьем алкоголь ради вот этой штуки алкогольные напитки а вот именно эта молекула вызывает нас то самое ощущение которое мы так жаждем потому что очень маленькое количество людей на самом деле пьет алкоголь чтобы для эстетики какой-то или ради вкуса все мы пьем для того чтобы опьянеть на самом деле это правда вот следующий слайд пожалуйста обычно обычно мы пьем алкоголь перорально то есть через рот и здесь начинается как бы сам процесс он попадает желудок еще в неизмененном виде всасывается слизистой желудочно-кишечного тракта тоже в неизмененном виде и вот здесь уже начинается парочка интересных фактов во-первых быстрота наступления опьянения зависит от того какова площадь всасывания этанола и какова его температура поэтому чтобы быстро догнаться например догнать друзей вот эти вот штуки там штрафная вам нужно запивать вот этот вот запион использовать почему например вы берете крепкий алкогольный напиток его мало обычно и вы его разводить этом например соком или колой увеличивая таким образом площадь всасывания и 2 что вы должны делать это чтобы эта вся штука была температуры тела таким образом площадь всасывания большая организм не тратит время на нагревание ледяной водки из холодильника и вы быстро накидываетесь на коня эти друзья вот дальше пожалуйста но попадает наш этанол наша молекула попадает в кровь и бродит там опять-таки еще в неизмененном виде она не добралась пока до печени этанол по своей природе является депрессантом то есть веществом которое угнетает центральную нервную систему при этом он обладает выраженной так называемой органотропностью то есть его концентрация в мозгу намного выше чем концентрация в крови он склонен накапливаться в головном мозге при этом помимо эффекта депрессии что субъективно вами расценивается как торможение он активирует систему нейромедиаторов гамма аминомасляной кислоты которая собственно вас тормозит и систему дофаминовых серотониновых и даже по некоторым данных опианы опиатных рецепторов что опять-таки субъективно с вашей стороны расценивается как счастье эйфория то есть когда вы бухнули вы медленный заторможенный и счастливый вот поэтому вот это но обладает именно такими эффектами не ферментированный этанол но как бы это же еще не все и вот здесь мы подходим к понятию отравления алкоголем отравление алкоголем это переизбыток именно этанола который еще никак печенью не задет но его в крови много в мозгу его еще больше и реально при употреблении этанола в больших количествах можно отравиться летальные дозы по разным данным варьируется на количество влияет стаж пьете вы часто или пьете редко ваш возраст ваше состояние до употребления алкогольных напитков по разным данным эта доза от 4 до 12 миллилитров чистого спирта на 1 килограмм массы тела таким образом на мои 52 килограмма на день прощения этой лекции мне нужно бухнуть в себя где-то 0 7 водки чтобы умереть вот но понятно что на этом все не заканчивается нам же надо протрезветь доплывает наш этанол до печени печень это наш самый-самый большой ферментативный завод дело в том что этанол является нашим природным метаболитом и в организме он присутствует почти всегда но очень маленьких дозах не определяемых вот этими вот дыхательными тестами так как он является для нас естественным метаболитом и соответственно в печени есть ферменты для его переработки следующий пожалуйста слайд метаболизм этанола происходит приблизительно по вот такой схеме тиловый спирт поступает в печень и под воздействием фермента так называемого алкоголь дегидрогеназа превращается в ацетальдегид здесь опять-таки несколько интересных фактов смотрите чем больше этого фермента в вашем организме тем быстрее он будет расщеплять этанол который вам приходит в организм тем медленнее вы будете пьянеть потому что этанола будет постоянно мало вы пьете 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 и не пьянете со стороны это вызывает восхищение ваших друзей бухаем вроде одинаково он трезво сидит это потому что в вашем организме много вот этого фермента который быстро расщепляют этанол превращая его в ацетальдегид связь работает в обратную сторону если в вашем организме мало этого фермента который будет этанол расщеплять соответственно он будет медленно как-то распадаться и все время будет циркулировать в крови. Пьянеть вы, соответственно, будете очень быстро и как бы от одной рюмки уже пьяненький, например. Вот поэтому вот эти вот сказки про финнов, которые быстро спиваются, северных народов и негров, которые никогда не пьянеют, например. Но при вычетке лекции и при репетициях я столкнулась с такой проблемой, что воспринимать слова ацетальдегидогидогидогидогеназа, алкогольдогидогеназа в одном предложении достаточно сложно. Поэтому мы воспользуемся с вами приемом подмена понятий. Следующий слайд, пожалуйста. Я решила заменить название. Это весело и намного, как мне кажется, проще. Этиловый спирт мы оставим этиловым спиртом. Ацетат, который является почти конечным продуктом распада этанола, тоже оставим ацетатом. Это уксусная кислота, она совершенно для нас безвредна. Ацетальдегид мы превратим в похмелин, потому что на самом деле вот эта штука, это главная тема сегодняшней лекции. Именно похмелин вызывает у вас ощущение похмелья. Чем его больше, тем вам хуже. Фермент, который образует похмелин, логично мы будем называть похмелин образоваза. То есть как бы переработка этанола образует похмелин, нам так плохо. А фермент, который расщепляет похмелин, соответственно, похмелья у нас будет меньше, будет называться попусказа. Зависимость точно такая же. Чем больше у вас попусказы, тем быстрее она расщепляет похмелин. Вполне возможно ситуация, когда вы и этого фермента настолько много, что сколько бы вы не пили, у вас похмелья не будет. И опять-таки зависимость обратная точно такая же. Чем меньше у вас попусказы, тем дольше будет расщепляться похмелин, тем хуже вам будет и дольше с утра чувствоваться себя. Как-то так происходит вот эта вся биохимия чудесная. Следующий. Но вопрос, почему же так плохо, собственно? Ну похмелин, похмелин, господи. Я выделяю несколько факторов. Во-первых, это обезвоживание. На самом деле, обезвоживание как такового при похмелье не существует. Именно поэтому вы просыпаетесь утром с опухшим лицом. То есть очень странно говорить об обезвоживании, когда у вас такая харя. Как будто воды-то есть. Но проблема в том, что вода, она не в том месте, где она нужна. Она не в сосудистом русле, не в сосудах, она в тканях и клетках. Поэтому у вас опухает лицо. Помимо этого, у вас мозг тоже опухает. Как ни странно. Поэтому так сильно болит голова с утра. Он отек, ему очень плохо. И соответственно, лучший метод, который вы можете сделать, чтобы вот этот фактор убрать, это вернуть жидкость снова в сосудистое русло. Вам надо его расширить. Для этого вы можете использовать, например, контрастный душ или теплую ванну, или даже баню. Но обязательно помните о том, что если вы будете это делать, у вас не должно быть никаких проблем сердечно-сосудистой системой. Потому что это может привести к грустным последствиям. Лучше с этим не шутить. Следующий фактор – это гипогликемия, то есть снижение уровня сахара в крови. Когда печень перерабатывает этанол, он достаточно токсичен для организма. И она как бы отвлекается на все, что происходит, и забивает на то, что она должна делать в нормальном состоянии. То есть у нее как бы этанол, 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 все, работать, работать, работать над этим. И она отвлекается от процесса так называемого глюконеогенеза, то есть образования сахара наново. И в организме развивается снижение уровня сахара. А сахар является основным источником питания для наших нейронов головного мозга. То есть мало того, что они у вас отекли, они еще и голодные. Им очень плохо, и от этого все ваше ужасное состояние. И поэтому страдает центральная нервная система, по большому счету. И третий фактор – это недостаток соли. В вашем организме действительно недостаточно натрия, и поэтому вы так хотите солененького утром. Вот, но по различным данным, уже этот аргумент от Глеба, многие источники говорят о том, что лучше не пить больше одного стакана рассола. То есть как бы много соли – это тоже достаточно много. Достаточно плохо, извините. Следующий слайд. Вот. Но если у вас дома вдруг нет рассола, вы можете использовать для восполнения уровня жидкости и электролитов так называемые растворы для пероральной регидратации. Но если вам очень плохо, вам лень идти в аптеку и произносить эти слова, вы можете с вечера наколотить себе вот такую штуку, более того, козырять перед друзьями, что это штука по рецепту Всемирной организации здравоохранения. То есть вот комбинация 2 столовые ложки сахара по чайной ложке соды и соли на 1 литр воды – это раствор для пероральной регидратации, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. Вы можете его подписать «Регидратация ВОЗ», поставить себе с вечера на стол и тащиться. Вот это реально правда. Вот. И я как бы рекомендую, это такой очень-очень домашний рецепт. И на самом деле это лучшее, что вы можете пить с утра при похмелье. Следующий слайд. Кстати, про пить. Если вам знаком термин на похмел, кажется, вам надо пересмотреть свои отношения с бухлишком. Потому что у здорового человека, не страдающего алкоголизмом, на следующее утро, после тяжелой вечеринки, алкоголь должен вызывать отвращение. Любая мысль о том, что вот сейчас 50 грамм водочки, просто должна вызывать тошноту, ненависть ко всему живому, в том числе и к себе. А если вы с утра просыпаетесь, вам плохо и вы такие, сейчас выпью 0,5 пивка и попустит, это уже признак алкоголизма, а не банального бытового пьянства. Поэтому очень внимательно. Также я очень хочу рассказать вам про такую классную штуку. Меня это очень дико вымораживает, когда у меня похмелье. Смотрите, вот как мы обычно пьем, ну если вот очень серьезно пьем, мы пьем так, чтобы на следующий день был выходной. Логично, что мы могли там отоспаться, попуститься, на работу не идти. Ну, обычно. Вот. И как бы вы там бухаете, бухаете, бухаете до 4 утра, например, вы уже не можете, понимаете, что все, пора завязывать. В полпятого, в пять ложитесь спать. И ложитесь спать с мыслью, типа, блин, целый день впереди, я могу отоспаться, попуститься, выпить водички, никуда не надо идти. Просыпаетесь, как идиот в 7 утра. Вот у кого такое было? Еее. Класс. Я очень заинтересовалась в свое время, почему так, собственно, происходит. Ну, как бы, на самом деле, да, идиотизм уже. Вроде, как бы, спи себе сколько хочешь, просыпаешься, как дурак и ходишь. Вот. Не можешь потом заснуть, тебе очень плохо. На самом деле, вот это просыпание в 7 утра, это та точка, когда в вашем организме этанола уже не осталось. Получается как? Скорее всего, вы пьете со скоростью, которая превышает ферментативные возможности печени. То есть, этанола в организм поступает больше, чем печень способна на данный момент переработать. И она, как бы, начинает интенсивно работать, но она все равно за вашими темпами набрасывания в себя, бухлишко, она не успевает. Вот. И, как бы, вы пьете, 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 вы уже достаточно изрядно пьян, ложитесь спать. А печень, она не спит в этот момент, она продолжает работать. Ей же надо весь этанол, как бы, превратить в похмелин. Вот. И получается, вот эта точка, когда вы просыпаетесь, эта точка, когда в вашем организме этанола не осталось, максимальная дозировка в крови похмелина и вот это вот максимум похмелья. Вот. Хуже, чем в тот момент, когда вы проснулись, вам быть не может никогда. А проснулись вы потому, что печень вас разбудила вот этим уровнем высоким ацетальдегида, он же похмелин, и она, как бы, кричит вам, чувак, чувак, я все переработала, мы можем продолжать, давай, у меня уже уровень ферментов поднялся, давай, 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 смотри, какая я красотка, а вы встаете, вам как бы уже ничего не хочется, у вас просто очень высокий уровень похмелина, и вот вам плохо, поэтому вы просыпаетесь. Такой прикольный феномен, мне кажется, очень забавно. Таким образом, есть вопрос, как же пить, чтобы не было похмелья? Тоже есть разные источники, Глеб, я, если так ужасно теперь чувствую, ссылаюсь, я рекомендую ориентироваться на цифру 3,75 миллилитров водки на килограмм веса, а таким образом, Саше Бойко, чтобы завтра проснуться без похмелоса, надо выпить где-то там 3 бокала пива или сидра, ну вот как-то так. Вот следующий слайд, пожалуйста. И на самом деле, что бы вы ни делали в состоянии похмелья, как бы вы его ни лечили, все фармпрепараты, которые нам предлагают аптеки, они не увеличат уровень попусказы, то есть уровень фермента, который будет расщеплять похмелин, освобождая наш организм от интоксикации, он не увеличится, не существует пока что таких препаратов, вот, и как бы все то, что нам предлагают, это терапия симптоматическая, но факт в том, что хуже вам от нее точно не будет, поэтому вы можете пить нестероидное противовоспалительное средство типа аспирина или бупрофена, ведь таблетка первая от похмелья, она была придумана в 1931 году, содержала аспирин, лимонную кислоту и соду, и с тех пор ничего лучше фармпромышленность пока что не придумала почти за 100 лет. Вы можете также употреблять активированный уголь, какие-то другие детоксанты, пить растворы, которые мы наколотили с вами с вечера, вот, но самым-самым лучшим лекарством, к сожалению, пока что является это крепкий здоровый сон в прохладной комнате под теплым одеялом. Я желаю вам просыпаться всегда со свежей головой, конечно же здоровья. Хорошего вечера! И вопросы? А есть корреляция в организме между похмелинобразовазой и попусказой? Честно, я не встречала таких. То есть, возможно, ситуация, когда будет очень много похмелина, но попусказа не будет? Да, может быть, и наоборот. Это все как бы полиморфизмы генные, то есть, может быть, одно и другое, в разные участки. Вопрос, почему, скажем, одно количество алкоголя, если мы пьем пиво на протяжении всего вечера, а если мы взяли там 50 грамм водочки и запили это еще пивом, полирнули, почему от этого хуже? Ну, я так думаю, во-первых, потому что, опять-таки, вы увеличиваете уровень разведения, то есть, вы быстрее пьянеете. Во-вторых, потому что просто 50 грамм водочки и 50 грамм водочки с пивом, это все равно больше алкоголя и больше оттанола, чем просто 50 грамм водочки. Здесь же, скажем, когда человек мешает, ему гораздо хуже. Да, есть золотое правило «не мешай». На самом деле, сколько бы я ни искала исследований по данному вопросу, каких-то достоверных корреляций с «мешай, не мешай» не существует. То есть, они уже не градусы тоже? Да, это тоже миф. Да, вот так. Ну, как бы, самое, ну, на самом деле, вот эта тема похмелья, она достаточно популярна в научных журналах, и где-то с периодичностью раз в месяц в таких крупных изданиях знаменитых выходят статьи, там, популяцию исследуют на уровне похмелья. И вот пока что, пока что, на конец 2015 года они пришли к выводу, что лучший процесс распития алкогольных напитков — это один и тот же напиток. То есть, не повышать, не понижать, а пить одно и то же. Ну, вот как-то так. Действительно. Такой вопрос. Если, допустим, человек, он медленно пьянеет, то есть, у него резистивность к алкоголю, ему вреда будет меньше от этого? Во-первых, термин «резистентность» неуместен, потому что резистентность — это стойкость. Стойкость. У него много похмелин образовазы, то есть, у него этанол очень быстро расщепляется. Значит, наоборот, ему от этого будет лучше. То есть, если у человека большая стойкость, ему меньше вреда, да, этого алкоголя? Да, потому что этанол, он тоже токсичен по своей природе, и он как бы влияет на нервные клетки, на печень. И чем быстрее он будет распадаться, тем меньше вреда он принесет таким образом. То есть, допустим, человеку, который легко пьянеет от полбокала вина, ему будет столько же вреда, как какому-то супералкоголику от полбутылки водки, да? Да, скорее всего, потому что у него, получается, этанол будет циркулировать намного дольше нерасщепленный и намного больше будет причинять вреда. У него будет больше на это времени. Еще такой вопрос. Бывают люди просыпаются утром, вот тоже, да, так поспал 2-3 часа, а он не то что протрезиал, он до сих пор еще пьяный. А ты говорила, что это момент, когда уже алкоголя нет в крови. Во-первых, это может быть возможность того, что он действительно еще пьяный, потому что количество этанола было такое, что печень еще не сообразила, как это все сделать. А во-вторых, это может быть как бы остаточный эффект, потому что ацетальдегид, он же похмелин, он вызывает тоже такое головокружение, то есть это может быть имитация опьянения. Спасибо. А, да. Разве похмелин не является более токсичным, чем этанол? Они разные по эффектам своим. То есть ацетальдегид, он токсичен, ну, скажем так, вот по-другому. У них разные эффекты, разные эффекты на клетку. И говорить о разном уровне токсичности, ну, я думаю, что не очень правильно, потому что они по-разному работают. Ну, вот как мне кажется. Ну, вы считаете, что этанол-то все равно хуже, чем похмелин? Я считаю, что то, что то не очень. Ну, просто человеку, который быстрее расщепляется до похмелина, да, ему лучше, чем тот, у которого там... У него похмелье хуже? А? У него похмелье хуже. Ну, это зависит еще от того, как он будет похмелин рассчитываться. То есть у него, может быть, похмелин быстро выйдет. Для этого надо изучить все физиологические эффекты похмелина. А я их сейчас вот так вот прям точно не перечислю. Сразу говорю. У тебя два. Будем изучать. Я поняла тебя. Не пыли. Да, да. А почему часто так бывает, что похмелье возникает после того, как ты просыпаешься, но при этом, если ты ваше аналогичное количество алкоголя не ложишься спать, то этого эффекта нет. Ну, потому что печень работает, и вы работаете. То есть во сне печень замедляется? Да, конечно. Должна как-то штучно повысить или понизить стойкость к алкоголю? Нет, ну, конечно, пока ничего. Тренировки. А, кстати, кстати, это не смешно, потому что при регулярном употреблении алкоголя уровень ферментативных возможностей печени и количество ферментов увеличивается. Вот. Именно поэтому моя доза, вот это то, что я вам говорила, 0,7 водки, она рассчитана не с 4 миллилитра спирта, на килограмм, она рассчитана из 6, потому что я иногда подбухиваю. Понимаете? То есть я знаю, что моя печень уже способна чуть больше, чем, по-моему, разброс в год. Да, Женя. Почему детский алкоголизм так страшен? Стоп. А почему он страшен? Потому что я слышал, что детский алкоголизм трудно поддается лечение, то есть намного сложнее, чем у... Я думаю, что это потому, что еще незрелая ферментативная система печени и гепатоциты, и чем ты моложе, тем менее адаптированы твои ферментативные биохимические возможности. Ну вот мне так кажется. Такие случаи, как в сравнении, как я бухаю сейчас и как бухал в школе. В школе мне на уроке было проще. Это очень интересно, а где вопрос? Почему мне сейчас важнее? Я же не диму пары, а на меня ферментация похожа. Я не знаю, мне сейчас легче пить. Ну типа я правда не знаю. У меня два вопроса. Почему, например, разный алкоголизм влияет по-разному на степени отменения? Ну, грубо говоря, если я, например, вручу полбутыльки вина, и оно относительно средней крепости, да, я буду на определенные, ну, не сильно допустим, степени отменения. Я вызываю полбутыль пива, когда там существенно меньше градусов, и меня уносят снижение отменения. Это странно. Это действительно странно. Юра? Просто чуть-чуть водочки. Пивчанский? Ну, как бы... Алкоголя достаточно мало поступило в организм, да, и это странно, потому что это разный тип, да? Это, возможно, связано с тем, что пиво — это газированный напиток, который увеличивает площадь, опять-таки, и скорость всасывания в организм. Да, у Наташи второй вопрос был. Женщины, которые мужское говорят, что женские, ну, да, уже тошнее, плачет и так далее. Ну, это тоже я натыкалась, что это жнист. И на самом деле, вот, по-моему, язык статистики сейчас нам придет на помощь, процент смертности, например, в России от причин, связанных с алкоголем, составляет 54%, чтобы вы понимали. Вот, как бы все-все-все-все причины, и при этом из этих 54%, 80% — это мужчины. Ну, то есть, вот, вот ответ на ваш вопрос. Да? Сахар какое-то значение имеет, потому что все говорят, вот не пейте портфейн, портфейн сладкий, от этого у вас голова будет на утро болеть. А если вы сухое выпьете без сахара, то будет лучше болеть. Ну, вообще, как бы это... Если там есть гипогликемия, немного нелогично, но с другой стороны, это и логично, потому что если в ваш организм поступает сахар, его тоже надо как бы транспортировать, засунуть в клетки, на что идет дополнительная затрата энергии, и, скорее всего, как бы поэтому плохо. Я просто не пью портфейн, поэтому, к сожалению, не могу ответить на твой вопрос. Да? А это правда, что в рентгене больше не было? Вот Наташа говорила, они... Нет, это неправда, короче. Ну, типа, есть... Это тоже один из мифов, и есть, опять-таки, исследования, которые подтверждают, что, наоборот, женщина может быть даже чуть более резистентной к алкоголю. Я думаю, что причины женского алкоголизма, они просто более психологичны, чем у мужского. Какая запуска лучше всего? Прикол в чем? Обычно, ну, как бы, вот если брать страны бывшего СНГ, вот славянские страны, мы закусываем как? Мы типа там жирным таким там куском мяса закусить, или там капусты квашеной навалить. Это плохо, потому что это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу, и рано или поздно после таких закусонов вы попадете просто в хирургию с острым панкреатитом. Вот, поэтому... И плюс это, как бы, опять-таки, нагрузка на печень, на поджелудочную, на ЖКТ. Это все надо расщепить, над этим надо поработать. И лучшая закуска под крепкие напитки — это фрукты. Как это ни странно звучит, то есть яблоки, виноград, возможно, банан. Вот, в чехле. Вот, поэтому фрукты ок. Фрукты очень ок. Это что ж такое? Да, там еще человек, да, да, да. А вот почему в похмелье очень хочется бульбер, беляш, солны? Как бы, на самом деле, это тоже очень странно, потому что, ну, не должно хотеться, потому что ваш ЖКТ, он накануне был очень... Желудочно-кишечный тракт, он был очень нагружен, и ему вообще не должно хотеться есть, поэтому, как бы, при похмелье, при лечении похмелья рекомендуют вообще не кушать. То есть пить ок — заставлять, а кушать хочет, кушает, но не заставлять, как, собственно, и... Нет, при простудах наоборот, да. Вот, и как бы вот эта высококалорийная еда, хотение, потому что бургеры-беляши, они как бы жирные, калорийные, достаточно энергетически насыщенные. Скорее всего, такое желание вызвано тем, что вы ничего там не ели или мало закусывали, и вам нужно восполнить силы, а этанол, несмотря на свою высокую калорийность, силы вообще не восполняет. Вот, как бы водкой нельзя там накидаться и быть бодрым. Вот, а вам надо именно вот так держать себя в тонусе, поэтому, скорее всего, вот это субъективное желание вызвано тем, что вы должны энергию куда-то, откуда-то взять. Поэтому это трансформируется в желание пожрать беляш. Да. Что, получается, атомол полностью расщепляется и выбрасывается, и совершенно не расщепляется? Или что-то все-таки усваивается? Нет, ну, он не расщепляется прям в стопроцентном количестве. Он частично выводится с мочой, потому что он обладает, ну, как бы стимулирует мочевыделение, поэтому, как бы, собственно, так часто люди бегают, если пьют там пиво. Вот, и он, как бы, частично выводится в неизмененном виде, частично не расщепляется, остается плавать, то есть на том вот базовом уровне метаболитов, а частично расщепляется, вот, получается, там, как бы, идет он похмелин, потом ацетат, и потом он вообще там на воду углекислый, да. А за сколько час он выводит? Это зависит от уровня ферментов. То есть вот эта шутка про алкоголь выводится из организма за 21 день, то есть никогда, это тоже неправда. Все? Есть какая-то существенная польза от алкоголи? Увеличение количества друзей. На самом деле существенная... Да, например, если у вас снижена моторика желудочно-кишечного тракта или снижена кислотность в желудках, потому что вот поэтому существует такое понятие, как аперитив. Если человек страдает, у него как бы, ну вот, медленно продвигается пища из желудка в кишечник, он может до начала приема пищи выпить какого-то некрепкого напитка, там, например, полбокала пива или, ну вот что-то такое до крепости Портвейна, или там полбокала вина, и это стимулирует как бы работу его желудочно-кишечного тракта, ему просто банально будет легче кушать, легче принимать еду. И поэтому вот это польза. Плюс еще такой есть момент, если вам сильно хочется пить, американцы, по-моему, это американцы, они говорят о том, что доза в виде 20 мл спирта или же для женщин и 40 мл спирта для мужчин ежедневно не приносит никакого вреда для организма. То есть как бы стопарь водки мне каждый день пить, я все равно умру не от цирроза. Ну как бы это серьезно. Да, это правда. Ну как бы потенциально, конечно, мы тут все не пьем. Ну вот, в общем, я не пропагандировал алкоголизм, но считается, что вот эти дозировки, они вообще никак не влезут. Это будет не 50 водки, там, 150. Вот, ну как бы вот считается, что вот эта доза, она безопасна, но как бы это не равняется каждые 7 дней по 50 мл каждый день и 350 в конце недели. Это вот не одно и то уже вообще. Вот, ну вот, можете так. Все. Аплодисменты.